Добрый вечер, Гомель, уважаемые телезрители! Каждую среду в нашей программе звучит тема Малой Родины. Мы приглашаем к душевному вечернему разговору писателей и музыкантов, историков, педагогов, работников музеев и библиотек поговорить о тех местах, где начинался их жизненный путь. А сегодня мы встречаем в студии тех, кто поможет нам совершить экскурс в физкультурное прошлое Гомельской области, а также расскажет о спортивных традициях, на которых воспитывается юное поколение. Присоединяйтесь, пожалуйста, к общению Viber, его номер на ваших экранах, наберите 34 22 43 и в прямом эфире расскажите о ваших личных спортивных достижениях, расскажите о тех площадках, где вы ставили рекорды и людях, которые давали вам наставления перед стартом. Ну а сегодня у нас в студии Николай Нилов, спортсмен, тренер, судья по спорту высшей национальной категории, председатель Гомельской областной организации Белорусского общественного объединения ветерана физической культуры и спорта. Николай Алексеевич, добрый вечер. Александр Клемец получил профессиональное образование вокалиста и тренера-преподавателя физической культуры, специализируясь на футболе. С 1998 по 2004 год работал директором футбольного клуба Гомель. Александр Тихонович, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Севдалев, декан факультета физической культуры Гомельского государственного университета имени Франциска Скорыны, кандидат педагогических наук, доцент, ну и, конечно же, спортсмен. Добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Клемец. Добавлю, младший студент Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухого, спортсмен, футболист и теннисист. Я не ошиблась, Александр? Играю. Играю. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые гости. Ледовый дворец, стадион центральный, дворцы игровых и водных видов спорта. О таких спортивных сооружениях, которые есть в нашей области, которые используются всеми и спортсменами, и любителями. Старшее поколение наверняка только могло мечтать. Ведь это так. А какие спортивные площадки и объекты были у вас? Какими вы пользовались? Куда вы ходили? Куда бегали? Ну, я вам скажу, основной базой для занятий физик-культурой и спортом был, значит, дом физкультуры, который стоял, где сейчас магазин «Аленка». Так. Угол победы советской? Да, угол победы и советской. Вот там это был основной спортивный зал, где были все соревнования, которые проходили в городе Гомель. Николай Алексеевич, это какой год? Вот сориентируйте нас во времена. Это 60-е годы. 60-е. 50-е и 60-е годы. Кроме того, значит, в каждом районе было очень много плоскостных площадок. Вот в Новобеллице, допустим, был стадион «Красная звезда», где люди занимались… А сейчас есть же. Есть, да. Занимались футболом, волейболом, баскетболом. Значит, в парке была волейбольная площадка. В парке Луначерского? В пионерском садике, да, в пионерском садике была волейбольная площадка. На стадионе «Локомотив» был комплекс и баскетбольные площадки, волейбольная площадка, городошная. Ну, люди в Костюковке тоже самые были площадки. Площадок было много, но такой вот крытый зал, да, вот он был один на углу улицы Победы, да, проспекта Победы и Советской. И Советской, да. Так, а вы куда любили ходить? Ну, мы занимались, значит… Сразу обозначайте годы. А, ну, в 60-е годы мы ходили заниматься, вот когда я был членом детской спортивной школы, значит, мы ходили заниматься, значит, угол Кирова и сейчас проспект Победы. Там были, вот где сейчас стоит здание Белгута, там были плоскостные площадки. Там занимались юные гонболисты, волейболисты и баскетболисты. Вот это было наше основное ядро, где мы практически тренировали все юные спортсмены города Гомель, игровики, я имею в виду. Ну, это было летом и зимой, да, то есть высота потолков какая тогда была для волейболистов. Для волейболистов. Вот вы понимаете, значит, я сейчас прихожу, допустим, в политехнический колледж, в спортивный зал, и я удивляюсь, как мы могли на таком низком потолке и на такой маленькой площадке тренироваться, играть в волейбол. То же самое в 10-й школе, в малом зале, который сейчас у них гимнастический зал, то же самое было все. Я сейчас прихожу и удивляюсь, как мы могли там проводить период с области, играть, тренироваться в этом зале. Сколько метров потолки там? Ну, трудно сказать, но очень низкий потолок, очень низкий потолок, да. Спасибо за ваш рассказ. Александр Сихонович, а вы где любили заниматься, куда бегали? Стадион «Красная звезда». Ввиду того, что я жил в Новобелецком районе, совершенно верно, и начинал заниматься футболом, я у такого тренера, как Сушанский. Так. Вот. И, собственно, это летом футбол. Зимой, коль заливался каток на этом стадионе, мы и коробка хоккейная. И я даже умудрялся играть в хоккей за фанероспичечный комбинат. И получалось очень нормально. То есть тут было и футболист, и хоккеист, да? Совершенно верно, потому что интересно было заниматься спортом, очень интересно. Никто не заставлял, сами, своя инициатива. Сергей Владимирович, а вас игровые виды спорта интересовали? Вы ведь, наверное, единственный здесь не игровик, да, в этой студии? Единственное, представитель легкой атлетики, мне посчастлило жить возле, и вырасти, и провести детство, свою юность возле стадиона «Локомотив». И все свободное время, будучи ребенком, подростком, все мои сверстники постоянно проводили на этом стадионе. Любую свободную минуту мы бежали на этот стадион. Ну, а что касается легкой атлетики уже 80-х годов, то, наверное, это стадион «Луч», где было к этому времени уложено новое современное по тем временам синтетическое покрытие. Это, конечно, легкой атлетический манеж. Это вообще был какой-то прорыв, это было действительно такое знаковое событие на Гомельщине, открытие легкой атлетического манежа «Динамо». Ну и, наверное, ну и тот же стадион «Локомотив», где в начале 80-х проводилось большое количество соревнований и чемпионаты Советского Союза в то время, и этапы кубков Советского Союза, чемпионат Белоруссии. То есть было очень интересно. Это было подспорье для того, чтобы молодые дети, ребята занимали спортом. Сергей Владимирович, вы говорите о манеже, да, я тоже в школу в то время ходила, когда строилось это, мне казалось, что это какое-то фантастическое сооружение. Мы же ходили кругами, разглядывали, это было невероятно. Сейчас Александр Клемец-младший слушает и думает, да, ребята, вот у нас покрытие на футбольном поле, такие залы интереснейшие. Или тоже открытые площадки интересовали дворовые, Саша? Ну, почему? Я, когда был маленький, я, скажем так, застал и то время, когда мы играли на площадках, вот ни на искусственном покрытии, ни на каком, была обычная сетка, на ней был мелкий-мелкий камень такой, и мы играли там в футбол, ни ворот не было, было только ограждение. Мы брали за ворота две сетки, и это были у нас как ворота. Я только как в садик, а меня мама привозила, сразу же вижу, что парни играют, бегом домой, переодеваюсь и вперед. То есть, имея такого дедушку, нельзя было пропустить игру в футбол, правда? Да. С раннего детства с мячом был. В детстве, кстати, кем мечтал стать? Ну, не знаю, как-то раньше пересматривал свои, ну, давно, кассеты, где я был маленький, мне было года два-три, может, и у меня уже был мяч в ногах. Вот, и как-то, наверное, все-таки футболистом, да. То есть, о спортивном будущем мечтал? Мечтал. Ну, состоялся как спортсмен, но пока... Ну, вот. Пока решил... Приостановить. Приостановить. Хотя, ты же нам расскажи, где играл. В дублирующем составе. В дублирующем составе, да, футбольного клуба годный. Вот. Ну, можно оставить на время, а потом, если что, вернуться. Конечно, можно. То есть, тренировки все равно, в любом случае, еще и тренировки по теннису, да? Да, для себя. Чтобы не терять форму. Да, физическую форму не терять. Очень интересно, да. Пусть он расскажет о результатах прошлого года. Сколько он забил, играя в дубли. То есть, был он лидером команды или нет? Ну, скромный парень, Александр Тихонович. Так вот я ему подсказываю, да? Число назовите. За первый круг немного было. Четыре всего лишь очка. За... Нет, очка именно там. Гол плюс пас. А за второй круг 11. И в сумме 15. Ну, скромно. А на втором месте кто был? Александр Тихонович, давайте спросим у Николая Алексеевича. А он в детстве видел себя спортсменом серьезным? Ну, ведь каждый, кто занимался спортом вообще, да, он мечтал о том, чтобы стать, ну, хорошим спортсменом, великим, конечно, ну, я так не был уверен, но быть хорошим спортсменом, каждый же мечтает об этом. Я поняла. Ну, давайте как раз прямо сейчас подключим наших телезрителей к участию в программе. Пусть и они расскажут нам о своих спортивных площадках, о своих мечтах, о своих рекордах и о тех людях, которые их выводили на старт. Я предлагаю, знаю, что вы, Николай Алексеевич, подготовили вопрос, вот глядя в камеру телезрителям нашим и задайте его. Уважаемые телезрители, скажите, пожалуйста, в каком месяце, в каком году на площади Ленина был открыт дом спорта в городе Гомеле? В городе Гомеле, это дворец спорта, правда, это тоже было в свое время фантастическое сооружение, правда? Уважаемые телезрители, набирайте 34 22 43 и в том случае, если ваш ответ будет правильным, вы, безусловно, получите приз. Сейчас, Николай Алексеевич, вы расскажите, а я покажу. Вот промо-продукция, прекрасный календарь, блокнот и ручка. Ветераны физической культуры и спорта выпустил такой календарь, блокнот и ручка. Вот. Есть за что побороться, пожалуйста, ваши звонки будут очень актуальными. Александр Тихонович, у вас с детства стояла дилемма, быть певцом или спортсменом? Ну, как я уже в свое время говорил, петь я начал даже по радио в пятилетнем возрасте. А потом это было в России, а потом, когда приехал сюда, я, естественно, пытался совмещать и одно, и второе. Понимаете, просто моим друзьям, мальчикам, или пацанам, как проще сказать, нравилось мое пение. И мне было очень приятно. Поэтому я вот как-то очень много внимания уделял пению. Любил я это дело. Но понимали, что и без спорта жизнь пуста. Конечно. Александр Тихонович, есть у нас телефонный звонок. Если я не ошибаюсь, у нас на связи Святослав Геннадьевич Крупенько. Добрый вечер. Добрый вечер. Святослав Крупенько, мы вас витаем. Я вас так само витаю. Вас ведают, як литератора, як педагога. И мало хто здагадывается про вашу непарывную совесть с физкультурой и спортом. И греблей вы займалися. И разом с братом займалися биатлоном. И у волейбол гуляли. Прыгадайте, калі ласка, ваши тренировки с паборницей подчас в учобы у Гомельским джажавным университете? Ну, дякую за питание. Я обучился в 70-е годы в Гомельском университете. Ну, так отрималось, что я хотел поступать и на физкультурное отделение, на филологичное. Душа, кажется, двагилась. У меня в школе, в ясковую школу, закончил был первый разрад по лыжах в Витебской области. Там были добрые лыжники, есть оруды, так само. Но я подумал, что я, видать, не смогу поступить. Своим первым разрадом поступил на филфак. Но оказалось, что много людей там занималось спортом в той час. Были умовы такие, правда? С ведрами физвихования. И мы тогда занимались, правда, всюду. Уже сказали, у Львов, например, гуляли в парке культуры Пачинка Луначарска. Гуляли в кинотеатр Кастричник теперешний. Там была пляцовка, на высадку гуляли. Гуляли на локомотиве, было память, две пляцовки. На пляже летом завсёды. Прямо в студентском сквере гуляли в футбол бегали. Ну, я некоторые сейчас ещё там веслярством займався. Это была спортивная школа молодзи. Ну, по-моему, там и засталась, каля моста, просто ж, якісь там займався. Познайомися, что такой мошки был на основе, вообще не было. Ну, вогули, тады зала спортивная основная у нас была для Кирова корпус, на Кирова. Там, ну, другим по версии. И там был спортивный зал, мы усім перешкаджалили, там бегали завсёды. Потом там, может, по-моему, цитальная зала стала. И, каля гэта корпуса была маленькая пристройка спортивная, там бегали в баскетбол, гуляли в волейбол. Ну, кожная была вольная хвилина, завсёды гэта родили. А по ландышу в углицы шли, вот, дядь вермельник в луг. И там, ну, зимой каталяся на лыжах, летом бегали, биатлоном там займаляся. Ранее же было просто, можно было дрымать патроны, пойти в мишень, там, повесить, негде на дубе и постралять. Теперь такой вогли не мог чему явить. А тады гэта было. Ну, слухайте, як было цікаво, просто незвычайно, скажем так. Дякую вам. Ну, это заправды так было. Ну, мы не сумневаемся, бо тут же сурьёзный чалавек нам рассказывает. Наш любимый чалавек, удельник наших программ. Дякую вам, Вялийки, всяго вам найлепшага, добрага вечара. Вось, такие будни были, вы ж так само, выпускники Гомельского державного, так? Правильно, совершенно верно. Сергей Владимирович, ГГУ полвека в статусе университета и в будущем году вуз отметит 90-летие. А факультет физической культуры, вот с какого момента существовал? Тоже 90-летие отметит? Факультет физической культуры был открыт в 1949 году. К этому времени в Гомельском... Всего лишь 30 студентов. А выпустилось сколько? И выпустили мы 13 студентов. А что случилось? Ну, кто-то... По ускоренному курсу кто-то пошёл. Кто-то ушёл, кто-то не смог справиться с поставленной задачей, с учебным планом. Вот, ну, в дальнейшие, скажем, годы выпуски постоянно увеличивались. И где-то к началу 80-х годов у нас были выпуски порядка 200 специалистов. 200 специалистов. Никогда не прекращала работу факультет физической культуры. Никогда. Единственное, вначале это был факультет... Учителя физической культуры всегда нужны были. Да, это был факультет физического воспитания, потом это стал факультет физической культуры. Но в то время мы получали образование в области физической культуры и спорта, получали квалификации учитель физической культуры, но в то же время, физическое воспитание в то время, Но в то же время, значит, это не мешало нашим выпускникам работать и тренерами, и методистами, и организаторами, и организаторами физического воспитания на предприятиях, ну, то есть во всех отраслях. Спасибо, Александр Тихонович, Николай Алексеевич. А вы шлифовали свое, ну, скажем, такое профессиональное мастерство именно в средних школах после окончания ГГУ, факультета физической культуры? У меня не получилось попасть в школу. Хоть я и практику проходил, нет, и практику проходил, и так далее. Дело в том, что, значит, я поступал в пединститут имени Чкалова. А закончили университет? Нет, я не поступил первый раз. Меня призвали в армию. Я пришел, значит, с армии, и я уже поступал в Гомельский государственный университет. Да, да. Имени Франциска Скорины. Нет, наверное, просто, да, совершенно верно, да. Франциска, имя Франциска Скорина он стал носить позже, уже, наверное, в 80-е, да? Но он был в начале пединститут имени Валерия Чкалова. Да, Чкалова, затем университет. Да. И вот, понимаете, вот этот момент армейский, я именно развивал свое вокальное искусство, служа в Минске, в штабе армии, именно в ансамбле. И там в то время параллельно, значит, Владимир Мулявин занимался, но мы проходили параллельно друг с другом. Поэтому, знаете, вот эта вот практичность его, его талант, и он, возможно, повлиял на меня. И я в дальнейшем начал больше уделять внимание вокалу, пению, да, сценическому мастерству. Но все-таки это же можно было сделать, обучаясь на факультете физвоспитания, понимаете? Но физкультурой-то вы все равно занимались, и профессиональная ваша деятельность все равно была связана с физкультурой. Только так, конечно. Ведь это подспорье для здоровья. Где работали? Я работал на заводе «Кристалл». Методистом по? Методистом производственной гимнастики. Нас было три методиста. Вы расскажете об этом, готовьте комплекс, пожалуйста, профессиональной гимнастики. Николай Алексеевич, ну вам-то удалось в школе поработать. Да, я сначала, как, значит, учась заочно уже в университете имени Франциска, ну, в университете в Гомельском, я, значит, работал тренером уже в детской спортивной школе номер два. И уже через где-то лет десять я только стал учителем физической культуры. Так, хорошо. А вот тренером вы тренировали волейбольные команды? Да, да, я тренировал сборную команду девушек Гомельской области. Это какие годы? Это с шестьдесят шестой по семьдесят шестой. В то время, извините, когда я был директором спорткомплекса объединения «Водоканал», Николай Алексеевич арендовал у меня спортивный зал. Вот так вот. Все переплетено. Александр Тихонович, вдох глубокий, руки шире, не спешите. Три-четыре. Раньше обязательной на производстве была производственная гимнастика. Вы работали на «Кристалле». Для кого составляли комплексы упражнений? Дело в том, что в то время, значит, молодежь завода «Кристалл», этот завод был самый молодежный. Пятьсот человек молодежи. Завод работал в две смены. И поэтому мы составляли комплексы производственной гимнастики. Для того, чтобы снизить утомляемость, чтобы повысить работоспособность, значит, молодежи. Не сидячая работа. Конечно. Они сосредоточены на очень-очень... Совершенно верно. ...кропотливой работе. Да, работе. Это правильно. И поэтому мы составляли комплексы, внедряли в жизнь, и нам помогали врачи. Вот. И дело в том, что эти комплексы... Асяр Тиханович, идемте, покажем. Идемте, пожалуйста. Нет проблем. Какие упражнения делали, пожалуйста. С чего начинали? Александр, как представитель молодежи, оценивает так. Конечно. Как долго длились эти комплексы и в какое время? В течение 10 минут. Начинались, если это была первая смена, которая начинала в 8 часов и заканчивалась в 16.30, то в 11 часов проводил... Обязательно гимнастика. Обязательно выключались станки, значит, и включалась общая радиоточка с нашими комплексами, и мы ходили и контролировали выполнение данных мероприятий. Все, поняла. Александр Тиханович, первое упражнение... Как мы уже тут посоветовались и действительно пришли к мнению единому... Нет, вы мне говорите, как было. Как было. Как было. Что делали? Перекаты с носка на пятку? С носка на пятку. Да. Это да, для того, чтобы... Хорошее упражнение. Совершенно верно. Следующее. Берем в сегодняшний день. Конечно. Следующее упражнение – это приседания. Так. Было. Да, совершенно верно. Прекрасная физическая форма. Спасибо. Потом, упражнение, значит, было у нас связано непосредственно с... Вот такие упражнения делали. Плечевой пояс. Да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну а какие-то самые любимые упражнения? Может быть, какие-то рекорды ставили прямо во время производственной гимнастики? Как ни странно, но это было упражнение, значит, лёжа в упоре... Лёжа в упоре. И отдельные, значит, будем говорить, очень физически развитые ребята, молодёжи. Агранщики, шлифовщики. Совершенно да, ну это распиловщики, обдирщики. И они отжимались? Отжимались. И рекорд был – 50 раз отжимался человек от пола. Стойко в упоре, лёжа. Вот это производственная гимнастика. А как потом удавалось ещё и что-то гранить, шлифовать? Мне кажется, что после таких отжиманий уже, наверное, не захочется ничего делать. Дело в том, что анализы показали следующее, что, значит, вот это занятие производственной гимнастикой увеличивало работоспособность в пределах 2-3%. Это немало. 2-3%. Это немало, наверное, да. Совершенно верно, поэтому это не наверное, а действительно так. А давайте спросим у Сергея Владимировича. Никогда не проводили в лаборатории научно-исследовательской вот такие эксперименты, ну или какие-нибудь исследования на тему, как сказывается короткая производственная гимнастика на процессе рабочей? Да, проводили такие исследования. В основном они проводились в учреждениях образования. И мы как раз изучали, как вот физкульт-минутки, физкульт-паузы, влияют на умственную работоспособность учеников. И действительно, да, но у нас результаты получились, ну, более существенные. Порядка 7-8% улучшалась работоспособность учащихся. Это дети, которым нужно бегать. Это дети, которым надо двигаться. Да, это не взрослые люди. Поэтому такие исследования проводились. Мы постоянно на нашем факультете, в нашем ВУЗе проводим подобные исследования, даем рекомендации учителям физкультуры, учителям общеобразовательных направлений, учителям-предметникам. Пишем пособия методические. Не зря, кстати, в ГКТУ имени Сухого проводили тоже подвижные минутки. Застал ты, Александр? Было такое, да, у нас... А сейчас есть? Это как отдельный, так сказать, флешмоб. Все выходили на крыльцо университета, становились в ряд, было очень много рядов, и все делали зарядку, там танцевали. Ну ты-то делал, футболист-теннисист. Нет. У меня тренировок хватало. А, вон оно что. У тебя были более важные дела. Уважаемые гости, у нас телефонный звонок, давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно слышать вас. Мне тоже. Давайте познакомимся. Меня зовут Елена. Очень приятно, Елена. Елена, вы спортсменка. Ну, как вам сказать, спортсменка. Может, немножко занимаюсь для себя. Это прекрасно. Это, наверное, самое главное, потому как, ну, если ты не профессионал и помнишь о своем физическом состоянии, о своей физической форме, причем выделяешь для этого несколько минут хотя бы в день, то заслуживаешь уважения очень серьезного. Елена, у вас есть ответ на вопрос, Николай Алексеевича? Ну, наверное, есть. Так, хорошо. Николай Алексеевич, вы повторите, пожалуйста, для Елены вопрос. Еще раз повторяю вопрос. В каком месяце, в каком году на площади имени Ленина был открыт дворец спорта? Пожалуйста, Елена. Вы знаете, месяц, наверное, не скажу, но год, если не ошибаюсь, 1961. Месяц. Дотрудняюсь немножко. Так, ну, Николай Алексеевич, вы скажите, год Елена правильно назвала? Правильно, правильно. Год правильно. Елена, год вы назвали правильно. 1961. Давайте сделаем так. Так, если еще позвонит кто-то из телезрителей и назовет более точную дату с месяцем, то, ну, скажем так, вам достанется ручка. Хорошо? Ну, а если больше никто не позвонит, то весь приз. Все правильно. Календарь, блокнот и ручка. Благодарим вас за звонок. Спасибо. Уважаемый телезритель, на повестке дня вопрос Николая Алексеевича Нилова. То есть мы уточняем месяц, в котором был открыт дворец спорта. И я задаю второй вопрос эфира. В 20-е годы 20-го столетия была сформирована сборная БССР, в которой были представлены игроки из Минска, Гомеля и Полоцка. Ответьте, пожалуйста, чем обменивались в то время перед началом матча капитаны футбольных команд? Начало 20-го века. 20-е годы. Чем обменивались капитаны футбольных команд? Вот мы обсуждали этот интересный вопрос. И, кстати, Саша, ну он футболист действующий, да, он сказал, что нынче обмениваются вымпелами. Вот и такими в том числе, которые лежат. Здесь у нас раритетные, да? Такими обмениваются сейчас, вот. Вот это тоже, это большой вымпел. Здесь росписи футболистов футбольного клуба «Шальки-04». Это 2002-2003 год. А вот майками разве не обмениваются? Обмениваются, но после матча. А, это после матча. А перед матчем обмениваются вымпелами. Так, уважаемые телезрители, помните вопрос, чем обменивались раньше капитаны футбольных команд в 20-е годы 20-го столетия? Вопрос известен. Уважаемые гости, у нас будет небольшой перерыв на рекламу. Ну, а далее мы продолжим нашу тему. Дорогие друзья, мы продолжаем разговор в студии о гомельщине спортивной советской поры. И у нас в гостях Николай Нилов, Сергей Севдалев и Александр Климец, ну а также Александр Климец-младший. Николай Алексеевич, скажите, пожалуйста, что позволяло, как удавалось в 60-е и 70-е годы минувшего столетия держать планку физкультуры и спорта так высоко? Ведь тогда некоторые средние школы Гомеля входили в число 50 сильнейших по спорту школ в Советском Союзе. Ну, я вам скажу, самое главное было, почти в каждой школе города Гомеля работали выдающиеся учителя физкультуры. И урок физкультуры был на самом высоком уровне. Вот. И поэтому дети с удовольствием занимались физической культурой, физической культурой. И в физическом отношении они, конечно, были значительно выносливы и сильнее сегодняшней молодежи. Вот. И, значит, я скажу о том, что, значит, наши школы города Гомеля отличались не только на областной, допустим, в Парсокеаде какой-то, дальше... Всесоюзные, наверное, какие-то, да, были. Но и вы же знаете, что в 70-е годы были так называемые всесоюзные старты надежд. Старты надежды. Да, мне знакомо это название. Суть в чем была? То есть там целые классы выезжали, да? Суть была в том, что, значит, в этих соревнованиях участвовали не сборные команды школы, а чисто класс. Значит, класс выезжал на соревнования с классным журналом, с классным руководителем. И дети только этого класса имели право участвовать в этих соревнованиях. И я скажу, и я скажу так, что у нас, значит, были выдающиеся учителя физической культуры. Я назову, например, Ефим Адольфович Абелев. Это, кстати, мой учитель в 15-й школе. Школу назовите, еще школу назовите. 38-я школа. Значит, это вообще уникальная школа. Почему? Потому что в 76-м году они заняли третье место в Артеке на всесоюзных соревнованиях Старты надежд. В 79-м они двумя классами. Такое ни до этого, ни после, никогда не было. Поэтому они завоевали двумя классами первое место. Уникальный случай. То есть это не собирали детей в этот класс со всего города или из всей школы? Нет, это чисто. Брали отдельный класс? Да. И я еще скажу, что, допустим, ученики в 8-й класс, в 8-й школы тоже участвовали в этих соревнованиях, заняли третье место. И, значит, ученики 40-й школы тоже самое участвовали в этих соревнованиях и тоже стали призерами этих соревнований. Вы знаете, вот наши телезрители вспоминают свои рекорды, свою спортивную, физкультурную жизнь. Очень приятно, что пишут и помнят, как в Гомеле открывался легкоатлетический манеж. И вот Андрей пишет. А я учился в 8-й школе и занимался плаванием. Любовь к этому виду спорта пронес через всю жизнь. Вот, кстати, бассейн был открыт в 8-й школе, да? Да. Так, спортивные классы средней школы номер 26 действительно были очень сильными. И не только в плане физподготовки и достижений. Отбирали туда только тех ребят, кто учился на хорошо и отлично. И 26-я школа тоже входила в число вот одних из лучших? Да. Вот дело в том, что там работал тоже очень заслуженный учитель физкультуры Старченко Николай Григорьевич. Это, кстати, мой учитель физкультуры. Ну вот, видите, как хорошо. И он одним из первых стал притворять в жизнь, вот тогда стали развиваться различные приспособления, которые должны были помогать детям лучше усваивать элементы всяких физических упражнений. То есть это какие-то тренажеры самодельные, да? Да, да. Нестандартное оборудование так называемое. Но вся соль в том, что почти во всех школах потом стали это делать. Но здесь основная причина в чем? У каждой школы были шефы, заводы, предприятия, где не могли сделать это нестандартное оборудование и внедрять его в жизнь. Сейчас уже, как говорится, этого нет, шефов в школах нет, и поэтому убрали то, что все было, убрали из залов. Убрали из залов, но сейчас столько профессиональных тренажерок, что, может быть, это и не надо? Или надо, вы считаете, Николай Алексеевич? В школе обязательно это нужно. Конечно, да. Тем более это же все в тренажеры ходят, надо платить деньги. Правильно? В тренажерный зал. А в школе это все бесплатно. Ну, найдутся ли сейчас такие люди, которые придумают, соорудят и позволят пользоваться? Таких уже мало. Таких учителей физической культуры и другие приоритеты. Николай Алексеевич, есть у нас телефонный звонок. Говорят, мне подсказывают, что человек хочет ответить на первый поставленный вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться. Да. Меня зовут Надежда Даниловна Чибисова. Очень приятно, Надежда Даниловна. Знаете, может, такую, нет? Знаете, да? Вы спортсменка, Надежда Даниловна. Да. Да. Каким видом спорта вы занимаетесь? Ой, вы знаете, что туда я не ходила заниматься. Туда это куда? Да. Я жила где-то в железнодорожном районе, в Сельмаши. Но ходила заниматься на стадион Локомотив. Слушайте, так это далеко. А Сельмашевского стадиона тогда не было? Гомсельмашевского стадиона еще не было тогда? Ну, он был, но как-то я туда не ходила. Я ходила вот сюда на 8 марта. Я поняла, так. Ну. А каким видом спорта занимались? Техтованием занималась. Вот. Очень здорово. Слушайте, я... Никаким другим спортом. Интересно. Скажите, пожалуйста, а ответ на вопрос, Николай Алексеевич, вы уточните? 1961 год, год постройки Дворца спорта, а месяц? Сентябрь где-то. Сентябрь. Надежда Даниловна. Николай Алексеевич говорит, что нет. К сожалению. К сожалению, да. Но ваш рассказ достоин блокнота, правда, Николай Алексеевич? Конечно, конечно. Спасибо вам за телефонный звонок. Благодарим вас. Уважаемые телезрители, на повестке дня два вопроса. Месяц открытия в 1961 году Дворца спорта. Это первый вопрос. Уточните, пожалуйста. И скажите, чем обменивались капитаны команд, футбольных команд в начале 20 века, в 20-е годы 20 века? Пожалуйста, звоните. Если в советских школах сами учителя физкультуры разрабатывали тренажеры, сейчас для этого работают целые заводы, производят это оборудование. А в научно-исследовательской лаборатории Гомельского государственного университета проходит серьезное испытание. Расскажите, пожалуйста, об особой гордости факультета физической культуры. Я бы сказал, что это не только гордость факультета физической культуры, это всего университета. Это, наверное, гордость университета и Беларуси в целом. И нашего региона. Дело в том, что это единственная региональная лаборатория на просторах всей нашей страны. и действительно центр науки спортивной нашего региона. Лаборатория олимпийских видов спорта существует более 10 лет. Руководит ей доктор педагогических наук профессор Нарскин Геннадий Иванович. Достаточно успешно занимаются они научно-методическим сопровождением национальных команд Республики Беларусь. То есть это спортсмены высокого класса. Ну и успевают еще провести исследования, как действуют физкульт-минутки на школьников. У лаборатории много направлений, в том числе и этим направлением они занимаются. И в частности, здоровым образом жизни разрабатывают оздоровительные методики для населения, для студентов нашего университета и вузов нашего региона. Сергей Владимирович, а насколько востребованы вот эти исследования, скажем так, в большом спорте? Ну, как раз одно из основных направлений работы лаборатории – это исследования в большом спорте, в спорте высших достижений. И, наверное, трудно найти спортсмена высокого класса Гомельщины, которые не были бы в стенах нашей лаборатории, не проходили бы обследования, не получали бы какие-то рекомендации. Я только коротко скажу, над чем работает лаборатория сейчас. Сейчас идет, работаем мы над методическим и научным сопровождением национальной команды Республики Беларусь под Зюдо. Идет планомерная подготовка к Европейским играм и к Чемпионату мира. В то же время намечены исследования и работа с хоккейным клубом Гомель. А с футбольным? Ну, мы всегда открыты. Стены нашей лаборатории и двери нашей лаборатории открыты. И мы готовы работать и с футбольным клубом. В свое время, достаточно ваше время, мы работали с футбольным клубом Гомель очень успешно. Так что, ну, мы ждем предложения от них. Сергей Владимирович, так обратился к Александру Тихоновичу, я поясню. Еще раз напомню телезрителям, что Александр Тихонович руководил, был директором футбольного клуба Гомель с 1996-го по 2004-й год. Спасибо. Александр Тихонович, ну, я вот хотела бы немножко тему спорта, ну, скажем так, поднять на музыкальную волну, вот в вашем репертуаре немало песен о спорте. Конечно. Но самая любимая. Самая любимая не только моя песня, а многих спортсменов это... И ветеранов, может быть, даже не только ветеранов. Вот я хочу спросить, Саш, молодые спортсмены поют спортивные песни тех лет в советскую эстраду или нет? Сомневаюсь. 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 Ну, ничего, чуть старше станете, точно запоете, правда? Сомневаюсь, 100%. Так, продолжайте. Эта песня именно интересует всех и поется всеми практически спортсменами. Песня называется «Команда молодости нашей». Александра Пахмутова, Николай Добранравов. Мы попросим нашего режиссера включить эту прекрасную песню в исполнении Александра Климца. Если получится, может быть, даже подпоем. Нет проблем. Нет проблем. Конечно. Со спортом мы расстанемся нескоро, Но время не унять и не сдержать. Придут чисто любимые дублеры, Дай Бог лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой нам не жить. На верность проверяются таланты, Нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданны единственной команде, Команда, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, Команда, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, Команда, без которой нам не жить. Вот так в студии подпели, уважаемые телезрители, все участники этой программы Александр Климец-младший в том числе. Так что скромняга говорил, что песни знает, все знает. Александр Тихонович, ну пиком вашей профессиональной карьеры, спортивной карьеры, вы наверняка считаете годы работы директором футбольного клуба «Гомель». Это 98-й, 2004-й год. Каких результатов тогда удалось добиться футболистам? Дело в том, что я считаю, что пришлось добиться этих высоких результатов благодаря подбору тренерского состава и игроков. То есть мы в 2002 году завоевали Кубок Республики Беларусь впервые в истории Гомельской области. А в 2003 году мы стали чемпионами Республики Беларусь, тоже впервые в истории Гомельской области. И вот эти раритетные вымпелы, билеты, фотографии, да, вот это все, вот этот прекрасный вымпел, это что с подписями, да, известных футболистов? В то время приезжал клуб «Шальки», так? «Шальки», совершенно верно. Это очень значимый футбольный клуб в немецкой Бундеслиге, который, как правило, ниже пятого места никогда не опускался. И вот нам пришлось с ними играть. И, значит, в Минске мы играли, ввиду того, что масштаб очень серьезный. Вот. И потом мы ездили, значит, чартерным рейсом в город Гельзенкирхен, и где играли? Именно «Шальки-04». Это очень здорово. Очень здорово. Александр Тихонович, а между тем у нас есть ответ на вопрос. Кстати, вот футбольную тему подняли, и сразу ответ готов. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, ну дамы сегодня звонят. Это Елена? Нет. Нет? Это Ольга меня зовут. Ольга, очень приятно. Вы спортсменка, я сразу спрашиваю. Я, ну да, можно сказать, с детства занималась спортом. Каким? Волейболом. Прекрасно. У нас Николай Алексеевич волейболист. Да, замечательно. Ольга, у вас есть ответ на мой вопрос, правильно? Чем обменивались капитаны футбольных команд перед матчем в 20-е годы 20-го столетия? Верно? Да. Пожалуйста, ваша версия. Букетами цветов. Ольга, абсолютно правильно! Вы молодец! Ольга, уважаемая, вот тут прекрасный блокнот, ручка, календарик. И еще, сказал Сергей Владимирович, добавит к этой промо-продукции майку. С логотипом университета имени Франциска Скорейна. Эти призы ваши. Вы умница, вы молодец. Спасибо вам огромное. Хорошего вечера. Вот. Ну, остался у нас на повестке дня всего один вопрос. Уважаемые телезрители, нужно уточнить месяц. В каком месяце, в 1961 году, был в Гомеле открыт дворец спорта на площади имени Владимира Ильича Ленина? Так? Поговорили про прекрасные вымпелы. А вот эта вот интересная штуковина, что же это такое? Это образцы формы, Александр Тихонович? Совершенно верно. Да, значки. Они могли также вешаться на пиджак, возможно. Это такая сувенирная продукция. Да. Это 2002-2003 года домашняя и выездная форма. Прямо сегодня узнала о футболе и о волейболе несколько больше, чем за всю предыдущую жизнь. Сегодня у нас в студии три мяча футбольных. Саш, раздай владельцам эти мячи. Два футбольных, один волейбольный. Да, да, да. Один волейбольный, Николая Алексеевича, правильно? И два футбольных. Один из них – это мяч Александра, да? Один – Александра Тихоновича. Вы мне скажите, вот тот мяч, который держит Александр Климет Старший. Какие годы? Это современный мяч? Это не современный мяч, но он, тем не менее, утвержден Федерацией УЕФА, то есть Европейской Федерации. И таким мячом играла наша команда именно в период 2000 года по 2008 год. Вы имеете в виду футбольный клуб «Гомель»? Совершенно справедливо. Послушайте, я до недавнего времени была уверена, что каждый мяч состоит из шестиугольников исключительно. И только, готовясь к этой программе, рассмотрела, что там, оказывается, еще и сколько, Саш, пятиугольников? 12 пятиугольников и 26 угольников. Вот как! Вот такой вопрос еще надо было нашим телезрителям задавать. Смотрите, как менялся кожаный снаряд... Со временем. Ведь футбол – это старинная игра, да? Понятно, что раньше бычий пузырь там надували, да? И играли. Но что не поменялось с тех пор? Я думаю, что размер не поменялся, возможно. Размер и... И вес. Вес. И вес, конечно. Так, а сколько вот он, полкилограмма весит футбольный мяч? Нет, 283 грамма. 283? Ну, кажется, полкило. Нет. Такой тяжелый. Вообще, вот эти вот мячи до начала матча 410-450 грамм. Да. Угу. Я думал, что этот потяжелее будет. А, да. Ну, я так думаю. Ну-ка, попробуй. Этот легче. А что, может менять мяч вес в течение игры? Ну, может, пинают всю игру. А, ну, может же быть влажное поле, правильно, он напитывает. Масса вариантов. Слушайте, как... Факторов воздействия. И от того, что пинают, тоже он становится тяжелее или легче? Ну, в принципе, все. Когда-как, да? Он не сбивает, во-первых. Все понятно. И если мокрый газон, тоже он, естественно, становится тяжелее, да? Без... Саш, ты вот подумай, подготовься, да? Да? Может быть, как вот проверить с помощью мяча, станет молодой человек футболистом или никогда? То есть обязательно, вот что нужно уметь делать, чтобы стать футболистом? Ну, такой шуточный вопрос. А пока рассмотрим волейбольный мяч. Если футбольный состоит из шестиугольников и пятиугольников, то волейбольный. Волейбольный мяч состоит из полосок. Вот если вот это более... Ну, старый мяч, сейчас новый, он такими полосочками. Другого цвета, может быть, и зеленый, и все. Но дело в общем. Я, допустим, могу сказать по планирующей подаче. Почему планирующая подача? Еще в 60-е годы с японками команды Ничиба была изобретена эта подача. Значит, они стали чемпионками мира и чемпионками Олимпийских игр в 64-м году. В основном благодаря тому, что они научились подавать эту планирующую подачу, которую в то время принять было очень сложно. Поэтому они очень много набирали очков с подачи. Заключается смысл в чем? Значит, центр мяча – ниппель. Вот он, вес. И когда мы бьем по мячу отрывистым ударом, мяч двигается, и он теряет скорость. И потом он в центр тяжести смещается вниз. В какой-то определенный момент. И он камнем падает вниз. И вот когда он камнем падает вниз, игрок его ждет. Вот он у него в руках, а он перед ним опускается, и принять его практически уже очень сложно или невозможно. Володеют белорусские спортсмены, волейболисты вот такими приемами. Да, сейчас, кстати, сейчас в волейболе очень часто применяется именно планирующая подача, потому что силовая, уже, как говорится, люди научились ее четко принимать, а планирующая подача – это непредсказуемая она. Да, и поэтому принятие ее сложновато, но сейчас очень многие команды переходят именно на планирующую подачу. Конечно, силовая еще осталась, все, некоторые владеют вообще пушечной подачей. И даже в футболе, Александр говорит. Вот некоторые футболисты ниппелем вниз ставят мяч. Это специально, да? Исполняют штрафные, и мяч хаотично двигается и взлетает. Да, все правильно. Врожили четвертую в руки и резко в сторону. Узнали сегодня некоторые секреты игры мячом волейбольным и футбольным. Хорошо, Николай Алексеевич, ну а если вот оценивать красоту игры волейбола, вот почему сейчас все-таки меньше стали ходить на волейбол? Как вы думаете, почему? Ну, во-первых, если брать область и республику, то, конечно, уровень немножко снизился. У нас две-три команды в республике и в области, которые, допустим, на голову сильнее. А остальные команды примерно одинаковые. И очень мало сейчас стало таких игроков, на которые ходят специально смотреть, как они играют. Вот, это раз. Второе, значит, ну, во-первых, сейчас сама игра очень упростилась. То есть раньше мяч долго держался в воздухе. Почему? Во-первых, особенно в женских командах. Удар был не такой сильный, как сейчас. И в защите его поднимали. Потому что смотреть женские команды было в то время даже сплошное удовольствие. То есть вот это были какие-то верхние, да, броски? Нет, ну, передача сверху была в защите. Воздух. Женщины более эмоционально играют. Эмоционально. Поэтому, конечно, смотреть именно женские, хотя и сейчас тоже. Женские команды играют более эмоционально. Они более как-то концентрируют это зрители. А сейчас подача, удар, бах. Ну, в принципе, стал силовой волейбол. Если вы мяч не закрыли блоком, то считайте, что его поднять уже невозможно. Вот еще. Основное защитное действие – это блок. Слушайте, какие интересные моменты. Уважаемые телезрители, вы помните, что у вас еще остается несколько минут на то, чтобы дать правильный ответ на вопрос. Месяц, месяц 1961 года, когда был открыт дворец спорта в Гомеле на площади Ленина. Вы знаете, очень хочется, у нас время просто утекает быстро, а очень хочется вспомнить именитых спортсменов в Гомище. Давайте назовем их фамилии, а режиссера попросим вывести эти фотографии. Давайте назовем, дело в том, что очень много призеров у нас Олимпийских игр, но можно назвать, я говорю, за того, что у нас очень мало времени, Олимпийских чемпионов. Первый Олимпийский чемпион вообще в истории Республики Беларусь – это Леонид Гейштар. Так, вот он на экране, да. Греблен на Байдар и Каное, он каноист, да. Это в Риме, да? Да, в Риме. На несколько часов раньше они стали Олимпийскими чемпионами вместе с Сергеем Макаренко. А за ними в этот же день Василий Руденков из Жлобина, уроженец Жлобина, стал тоже Олимпийским чемпионом. Дальше Елена Рудковская в Барселоне завоевала золотую медаль и бронзовую медаль. Дальше, значит, Николай Горбачев тоже стал Олимпийским чемпионом в Мюнхене. И, наконец, Игорь Макаров стал Олимпийским чемпионом. Вот фотографии были показаны, и мы смогли вспомнить эти прекрасные моменты спортивного торжества этих замечательных людей. Мне хотелось бы, я прошу прощения, добавить еще единственного представителя зимних видов спорта, это Алла Супер, которая стала Олимпийской чемпионкой. Конечно, фристайл, да. И, конечно же, Владимира Изотова, который стал и призером, и чемпионом паралимпийских игр. И добавить, что в основном все эти спортсмены – выпускники факультета физической культуры нашего университета. Это очень здорово. Я только хотела спросить. Вот, кстати, через месяц, буквально через месяц начнутся европейские игры. Как много выпускников Гомельского государственного университета, воспитанников спортивных обществ в Гомельской области, ну я правильно называю это, спортивными обществами, да, будут представлять нашу область. Вы знаете, спортсмены очень суеверные люди. В данный момент, в настоящее время идут отборы в национальные команды. Вот завтра, допустим, в Бресте состоится один из таких вот отборов. Это чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике среди студентов, где будут отбираться члены национальных команд. Мы планируем, поэтому в связи с этим фамилии я называть не буду, но мы планируем, что где-то порядка 10-15 наших выпускников и действующих наших студентов примут участие в этих играх. Ну что, мы будем держать кулачки изо всех сил, будем думать о них и будем представлять их уже на пьедесталах, на самых высших местах, на самых высших площадках. Вы согласны со мной? Конечно. И я знаю, что Николай Алексеевич очень хотел передать привет всем ветеранам спорта, да, поскольку... Уважаемые зрители, сегодня мы отмечаем Международный день семьи. Да, это очень важно. Я хочу пожелать своим ветеранам, членам нашей организации, вообще всем ветеранам спорта, пожелать им здоровья, успехов, мира над головой, счастья, чтобы все у них было хорошо. Всем спортсменам Гомельской области, вот, Сергей Владимирович уже пожелал, но можете еще несколько слов вдохновенных дать, пожалуйста. Ну, мне хотелось бы пожелать, конечно, мира всем, добра, веры, успехов на спортивных площадках, ну и хотелось бы пригласить всех для обучения в Гомельское государственное университетное факультет физической культуры. Очень здорово, да. И, возможно, кому-то понадобятся, ну, услуги или как это называется, нет, это не услуги, это исследования, да? Помощь нашей лаборатории. Помощь лаборатории, конечно. Александр Тихонович, пожалуйста, ваше слово. Ну, дело в том, что я не хочу повторяться, хочу пожелать всем хорошего настроения, бодрости духа, спортивного азарта и всего самого-самого наилучшего им и их семьям. Александр присоединяется к поздравлениям, ну и, безусловно, я, ведущая Елена Троценко, тоже желаю достижения новых спортивных вершин. Уважаемые телезрители, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Благодарю телезрителей за активность и хочу напомнить, что все-таки первой Елене, да, мы вручаем приз от Николая Алексеевича. Так, еще была одна Лариса, не помню имени, но у нас редактор наш все зафиксировал, тоже будет приз. Ну и, конечно, правильно ответившей девушке на вопрос о том, чем обмениваются футболисты перед матчем капитана команд, тоже приз от Гомельского государственного университета. Как Ольга, да, вот подсказывает мне Александр, от университета, от факультета физической культуры. Дорогие друзья, всего доброго, до встречи, смотрите «Добрый вечер, Гомель» каждый будний день. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова